Всем привет! В эфире Универньюз. С вами в студии Олег Кашин. Пришло время узнать самые интересные студенческие новости. КФУ улучшает свои позиции в рейтингах. Подписан меморандум о сотрудничестве, что будет сделано совместно с Тегеранским университетом. Чем опасны клещи и как уберечь себя от опасности? Расскажем сегодня в выпуске. Казанский федеральный университет продолжает продвижение в рейтингах университетов. КФУ поднялся на шесть позиций среди университетов развивающихся стран. Подробнее в следующем сюжете. Казанский федеральный университет улучшил свою позицию в рейтинге университетов развивающихся стран агентства Times Higher Education и занял 60 место, продвинувшись вверх на шесть пунктов. В первую сотню помимо КФУ вошли 10 российских университетов. Напомним, что в рейтинге всех университетов мира по результатам 2017 года КФУ занимает 401 и 500 позицию. Это очень важный шаг, поскольку это, как скажем, первая уже пристрелка подготовки большого рейтинга Times Higher Education. И мы надеемся, раз и здесь есть такой позитивный сдвиг, значит и в глобальном рейтинге есть существенные подвижки. Соперниками Казанского университета в этом рейтинге стали вузы из стран Восточной Европы, некоторых стран Азии и других государств с активно развивающейся экономикой. Вузы в рейтинге оцениваются по следующим блокам. Преподавание, исследование, цитируемость, международная деятельность и доход от индустрии. За счет чего мы продвинулись в первую очередь цитируемость и публикационная активность. Но надо сказать, поскольку мы системно работаем по всем направлениям, то рост идет практически по всем показателям. Казанский федеральный университет нацелен на дальнейшее продвижение в рейтингах. Помимо общих есть курс и на улучшение позиций в предметных областях. Мы каждый год, во-первых, пересматриваем нашу дорожную карту и пересматриваем планы всех наших структурных подразделений. Есть поручение Ильша Травкадыча, нашего ректора, чтобы в течение мая и середины июня, чтобы мы еще раз встретились и посмотрели новые прорывные проекты, которые мы будем поддерживать в рамках программы конкурентоспособности. Улучшение позиций в рейтингах свидетельствует о том, что системный подход к модернизации и глобализации ведущих российских университетов дает существенные результаты по продвижению российской системы высшего образования на международной арене. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Казанский федеральный университет посетили представители Тегеранского университета. На встрече обсудили религиозные вопросы, а также стратегию дальнейшего сотрудничества между вузами. Подробнее далее. В Казанский федеральный университет 10 мая приехала делегация Тегеранского университета. Представители гуманитарных наук в области философии, теологии, исламской мысли и исламских наук приехали, чтобы обсудить религиозные вопросы, а также укрепить партнерские отношения между вузами. Гостей встретил Ленар Латыпов, проректор по внешним связям Казанского федерального университета. Ленар Латыпов занимается корановедением, но с точки зрения экзистенциальной философии, а это вызвало немало вопросов у приезжей делегации. Как отметил сам Ленар Латыпов, в Татарстане очень толерантный ислам, а цель Казанского университета это заближение всех исламских течений. Для этого в университете есть центр ислами, который занимается изучением ислама с научной точки зрения, а большое количество учащихся из Ирана доказывает тот факт, что направление является актуальным в современном мире. Тегеранский университет очень крупный исследовательский научный центр Ирана, благодаря которым идет развитие научной мысли всей страны. Именно поэтому между двумя университетами был подписан меморандум о сотрудничестве. Планируется сотрудничество в издательской деятельности, создание совместного фонда монографий на английском языке, издавать которые будут попеременно в двух вузах. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Порядка четырех тысяч сотрудников и студентов КФУ присоединились к акции «Бессмертный полк» в Казани. Представители Казанского университета влились в шествие от главного здания КФУ и прошли до площади Тысячелетия. Подробности далее. Около четырех тысяч сотрудников с семьями, а также студентов Казанского федерального университета присоединились 9 мая к акции «Бессмертный полк» в Казани. Казанский «Бессмертный полк» расселился на нескольких километров. Люди, с фотографией своих отцов, дедов и врадедов, вышли на центральную улицу Казани, чтобы сказать спасибо за великую победу. Колонна у «Бессмертного полка» в Казани стартовала с площади Свободы. Шествие возглавил президент Татарстана Рустам Мениханов. Участники от КФУ шли с растяжкой «Бессмертный полк» Казанского университета флагами России, Татарстана, родного вуза. Это мой дед и его брат. То есть это по линии отца, отец отца и брат отца отца. У обоих интересные истории. Допустим, Ахмат Рожапович, он был зенитчиком и служил в Ленинграде, был участником блокады Ленинграда. По данным пресс-службы мэрии Казани, в этом году в шествие в столице Татарстана приняли участие около 163 тысяч человек, когда в прошлом году показатель составлял 120 тысяч татарстанцев. Это мой отец. Он, к сожалению, не дожил до знаменательных дат он. Начал войну ему. Было неполных 18 лет. Танкистом попал. В первую же бою был подбит на американском танке. После госпиталя уже вернулся в строй, в разведку. Всю жизнь прошел войну, прослужил в разведке. Мы будем чтить память и ходить, показывать его и ему наши великие праздники. Я пришла с фотографии моего прадедушки. Он воевал с Японией. Он был артиллеристом и дошел до Берлина. Бессмертный полк – это международное движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Казанский университет второй год участвует в акции «Бессмертный полк» отдельной колонной. Также 27 апреля в КФУ пришло традиционно уже четвертое по счету шествие студентов под знаменем победы в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии приняло более 5000 студентов и сотрудников КФУ. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюс. С первым теплом многие из нас потянулись на природу, даже не задумываясь, что где-то поблизости ждут они, потенциальные носители страшной заразы. Как избежать встречи с клещами и что делать, если клещ вас укусил, узнавала Аделья Шамилова. Весна вступила в свои права и даже в самые прохладные дни можно с легкостью встретить насекомых, многочисленных жуков и клещей. К слову, для последних холод не помеха для активности. Май считается одним из самых опасных месяцев для встречи с клещом. Как правило, в этот месяц люди выезжают на природу, где не может произойти эта встреча. Чем опасен клещ и как правильно его удалить, рассказала заведующая эпидемиологическим отделением университетской клиники Казанского федерального университета. Клещевой энцефалит – это заболевание вирусное, поражает нервную систему, очень опасное. Если уже клещ обнаружен, значит, необходимо обратиться в любой травмпункт или в хирургу по месту жительства. Там клещ будет удален, отправлен на анализ в лабораторию и проведены необходимые мероприятия по иммунизации иммуноглобулина. Последствия укуса инфицированного клеща могут быть разными – от полного выздоровления до нарушений здоровья. Итак, говорят, своего врага надо знать в лицо. Давайте разберемся, где обитают клещи. А живут они в сырых и холодных местах, также на прогретых солнцем склонах, в высокой траве, кустах, стволах деревьев и лесных тропинках. Эпидемиологи университетской клиники Казанского федерального университета призывают привиться против клещевого энцефалита. Но если клещ все-таки попал на ваше тело, удалять его необходимо в стерильных условиях медицинского учреждения. Удаленный клещ будет отправлен в лабораторию на анализ. Если клещ укусил, его надо снять и получить иммуноглобулин в первые 4 дня, в первые 4 суток от присасывания клеща. Если прошло более 5 дней, недели, то уже иммуноглобулин не поможет, к сожалению. И тогда только человек наблюдается в течение 21 дня, инкубация такая, чтобы не заболеть именно вот этим клещевым энцефалитом. Как сообщает Татьяна Шляпченкова, в этом и последующем месяцах сделать прививку еще не поздно. Курс иммунизации необходимо получить не позднее, чем за 2 недели до выезда на природу. Чтобы избежать укуса клеща, необходимо знать некоторые правила. Ну, например, при выезде за город вы должны знать, что выбрать нужно место для пикника открытое, без деревьев, без кустов. Лучше это поляна какая-то, хорошо освещенная. Несмотря на то, что в интернете легко найти инструкции, как вытащить клеща с помощью нити, пинцета или шприца, медики же настоятельно не рекомендуют прибегать к этим мерам. Ведь цена такого самолечения – ваше здоровье. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. На этом у меня всё. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями в социальных сетях и не пропускайте наши выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok